Итак, сейчас я покажу, как управлять сразу несколькими фиксаторами одновременно с помощью группирующих слоев. Вот у меня здесь есть простая анимация, на которой шарик падает на землю и подскакивает снова вверх. И всего четыре слоя. Это самая земля, контур земли, тень от шарика и сам шарик. Шарик анимирован очень просто. То есть у меня есть, во-первых, как бы он вверху, на восьмом он падает на землю, позиция анимированная. И на шестнадцатом он возвращается обратно наверх. И точно так же тень. У нее анимировано два параметра. Это прозрачность и растушевка. Сначала, когда мячик падает, тем меняется прозрачность и растушевка убирается. И когда мячик возвращается обратно наверх, то у нас растушевка возвращается. Прозрачность что-то не вернулась. Мы сейчас это исправим. Все. Теперь у нас все в порядке. Вот. Но если мы сейчас посмотрим на анимацию, то она выглядит неестественно. Почему? Потому что у нас мячик, он, когда падает вниз, он как будто бы замедляется. Вообще нам нужно сделать так, чтобы когда мячик вверху, он замедлялся, а когда внизу, он резко отскатил от земли. Для этого нам понадобится изменить интерполяцию у фиксаторов. То есть у фиксаторов на 0 и 8 кадре должна быть интерполяция плавный вход. А у фиксатора, который соответствует мячику внизу, должна быть интерполяция линейная. А у нас будет все более-менее. Но мы сейчас изменили интерполяцию для фиксаторов у мячика. Но нам еще нужно изменить точно так же и для тени. Мы можем, конечно, на каждую точно так же тыкнуть и поменять. Но это на самом деле очень долго. Я сейчас покажу более лучший путь. Потому что... Сейчас вернем все на место. Потому что это очень часто... У нас всего два слоя. Если мы имеем 50 слоев или 100, что вполне обычно для сложной анимации. Конечно, мы не будем лазить и у каждого слоя менять параметры. Если нам понадобилось изменить интерполяцию. Я сейчас покажу, как сделать это все... Так сказать, одним ударом. Для этого мы просто изолируем движущиеся элементы. Правой кнопкой изолировать. Щелкаем. Мы получаем группирующий слой. У него есть специальный параметр холст, канвас. И у него мы видим точно так же три фиксатора. Это эти фиксаторы. Каждый из них это как бы тоже группирующие фиксаторы. Один фиксатор соответствует... Триллым фиксаторам у дочерних слоев. То есть вот на нулевом кадре вот этот фиксатор. Это вот этот фиксатор у этого слоя. И два вот этих фиксатора у слоя тени. То есть так же вот этот тоже на самом деле три. Которым соответствует. И вот этот. Поэтому если мы сейчас поменяем у группирующего слоя в параметре канвас интерполяцию, то мы получим следующее интерполяция изменилась. И у этого слоя, и у этого слоя. Таким образом фиксаторы у параметра холст. Это не один фиксатор, а сразу это льет. Или больше, если у вас там фиксаторов больше. Давайте проверим. Трилл, как-то лучше. Ну, мы можем не только менять интерполяцию, мы можем так же еще и копировать их сразу группами. То есть ставим курсор куда нам надо. Обратно пощелкнем и фиксатор, и дубликаем. Короче, еще раз. Так, ну, это тебе. Вот, камни сфер. Мы, конечно, могли использовать слой петли времени для того, чтобы закольцевать нашу анимацию, но смысл данного примера не в этом. Вот у нас получилась нормальная анимация. Ну, пожалуй, на этом все. Поехали. Продолжение следует... Продолжение следует...